Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. Я использую авторский метод работы с детскими травмами и другими бессознательными ограничениями, что позволяет достаточно быстро и эффективно создавать значимые изменения в чувствах и поведении моих клиентов. Если вы хотите прийти на группу по системным расстановкам и увидеть все своими глазами, под этим видео вы найдете ссылку на мой сайт. Там же вы можете скачать памятку для заместителя и гид по системным расстановкам. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Вот второй миф, который мне хотелось бы рассмотреть, это миф о том, что расстановки опасны. Как я говорил, что метод встречает определенную критику, так же, как любой, в принципе, эффективный инструмент. Он вызывает определенный резонанс со стороны, в частности, коллег, которые работают либо с аналогичными проблемами по несколько лет, расстановки, такие проблемы могут решать и за раз. С чем это связано? Поскольку расстановки работают с внутренними образами клиента, с его бессознательным, это оказывает сильное влияние на поведение человека, на его бессознательные паттерны поведения и на то, как он проявляется. Там прорабатываются какие-то чувства, когда они уходят, поведение человека меняется. Поскольку расстановка работает с проекциями, если человек, например, травматик или склонен к каким-то психотическим, пограничным состояниям, то в расстановке очень быстро все эти вещи начинают всплывать. То есть, потому что идет перенос внутреннего образа клиента, экстернализация его в поле. И то, что человек видит в расстановке, этот образ, когда он видит его со стороны, может вызывать у него сильные чувства. И здесь расстановщику, человеку, который ведет расстановку, нужно быть очень осторожным, для того, чтобы не вызвать обострение или ретравматизацию. Потому что если в поле попадает образ, связанный, например, с травмой, и если девушка, которая работает с темой изнасилования, например, видит в поле вот этого агрессора, проекцию этого агрессора, который это сделал, это может вызвать у нее обострение чувства и вплоть до ретравматизации. Вот. Поэтому здесь расстановщикам действительно нужно быть очень-очень осторожными. Вот. И в связи с этим, да, как раз таки из-за того, что такие возможности, да, при неосторожном использовании могут быть, вот, в некоторых кругах, да, говорилось о том, что расстановки могут быть не экологичными, что-то в этом роде. Да, понятно, что, как и молоток, да, как бы, который в руках маньяка, да, может быть орудием убийства, вот, точно так же любой эффективный метод можно использовать неправильно для того, чтобы как-то об него пораниться. Вот. В моей практике, слава богу, такого не было. Вот. Я видел, как действительно со стороны, да, у некоторых людей расстановки могут вызывать как раз таки скорее обострение чувства, вот, но всегда это было в некоторой форме целительно для человека, да, потому что у него появлялась мотивация с этим поскорее разобраться, с этим продолжать работать. Вот. И в результате все всегда разрешалось самым наилучшим для человека образом. Вот. В остальном же, да, сам по себе метод максимально безопасен, да, он скорее как раз таки экологичен. Вот. Надо понимать, что бессознательное человека обладает достаточно сильными защитами, да, и если, скажем так, вы первый раз пришли там к ведущему, да, или первый раз пришли на группу или на личную терапию, да, к человеку, вот вероятность того, что ваше бессознательное даст поработать с какой-то там сильной травмой, да, она минимальна, да, потому что мы всегда приходим работать с тем, как бы, к чему мы уже готовы, с теми изменениями, к которым мы готовы, которые могут из нашего бессознательного проявиться, вот. То есть там достаточно мощные механизмы защиты стоят, да, в нашей психике. Вот. Поэтому просто доверяйте себе, да, не нужно заниматься мазохизмом, да, как бы пришли, посмотрели на группу, посмотрели на ведущего, да, если вам отзывается, если вы чувствуете, что человек и люди в группе адекватные, да, и вы хотите здесь сделать расстановку, то ее можно сделать. Вот. Заставлять себя не надо, если чувствуете какое-то недоверие или сомнение, то лучше воздержаться. На этом это видео подошло к концу. Спасибо вам за просмотр. Пишите свои мысли и комментарии под этим видео. Задавайте вопросы, на все их я буду отвечать. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе последних событий. Напоминаю, что в описании к этому видео вы найдете ссылку на мой сайт, да, где вы можете ознакомиться подробно с моими услугами, а также скачать чек-лист, памятку для заместителей и гид по системным расстановкам. Вот. Если вас интересует работа со мной, да, вы хотите поработать со мной лично в терапии или в группе, да, в системных расстановках, пишите мне в социальных сетях, пишите мне в личных сообщениях, оставляйте заявки на сайте. Вот. Желаю вам всего доброго. С вами был Евгений Базаров. Счастливо. Чтобы узнать больше о методе, задать свои вопросы или просто познакомиться со мной лично, оставляйте заявку на сайте и мы обсудим все вопросы по телефону или в скайпе. Также вы можете связаться со мной в социальных сетях. Под этим видео вы найдете все ссылки и необходимую информацию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok